Всем привет! Дядя Юрий дает прогноз на матч 19 тура серии А Наполи-Специя. Встречаются 4-я и 17-я команды серии А текущего сезона. В матче предыдущего тура Специя сыграла дома 1-1 в Сэмпале. Команды забили по голу, но обе в свои ворота. Гости куда ближе были к победе, чем хозяева, но хорош был Провидель. Наполи минимально выиграла в Милане, забив победный гол при подаче углового уже на пятой минуте матча. Хозяева во втором тайме сравняли счет, но судья углядел формально офсайт. Очные матчи. Команды в этом году сыграли 3 очных матча. Все они были результативными. Дважды выиграл Наполи 4-1 на выезде, 4-2 дома. И один раз выиграла Специя 1-2 на выезде в Неаполи. Причем она это сделала, кажется, в десятером. Наполи дома выступал хорошо, но стратил в двух последних домашних матчах, которые проиграл Аталанти и Эмпале. В итоге команда опустилась на пятую строчку в таблице домашних игр. Большинство матчей в Неаполе в этом сезоне хозяева играют в ноль. В среднем дома Наполи подает 5-33 угловых при тотале 8-44. То есть соперники подают мало угловых в Неаполе. Последние два домашних матча были богатыми на угловые удары, их Наполи проиграл. Логично ждать теперь белой зоны и победы хозяев. Дома Наполи получает 1-56 желтой карточки, при среднем тотале 4-78. То есть много получают соперники. Предыдущий матч получился очень бедным на желтой карточке, теперь можно ждать хотя бы троечку. Специя на выезде играет слабо. Одна победа, одна ничья, 7 поражений. Предпоследнее место в таблице выездных матчей. Последние два выезда Специя проиграла по 0-2, но перед этим было 7 результативных выездов. В среднем Специя на выезде подает 4-89 угловых при среднем тотале 10. Последние два выезда Специя отыграла результативно. По угловым логично ждать теперь умеренного количества угловых ударов. На выезде команда играет корректно 1-89 желтых карточки, при среднем тотале 4-11. Последние два выезда были умеренными по желтым карточкам, теперь можно ждать наверное пятерочку горчичников. Смотрим сводную статистику по угловым и желтым карточкам. Среднее значение по угловым без учета очных матчей, которые брать во внимание нецелесообразно, по причине их малого количества, составляет 9-72. У обеих команд ожидается умеренное количество угловых ударов, да и в трех предыдущих очных матчах соперники не баловали угловыми, поэтому можно здесь взять низовой вариант, тотал меньше 9,5 за 1,59. По желтым карточкам среднее значение составило 3,94. Главным арбитром назначен Лук Камасими, который имеет средний показатель очень высокий, 5,1 желтой карточки за матч. То есть этого арбитра можно отнести к очень строгим. Два из трех предыдущих очных матчей этих команд были урожайными на желтой карточке, и Наполи и Специя свои предыдущие матчи отыграли по низам горчичников, поэтому здесь можно играть очень высокий тотал больше 4,5 за хороший коэффициент. Смотрим коэффициенты на исход. На победу хозяев 1,26 ничья 6,50 победа гостей 13. После двух домашних поражений у Наполи ничего иного на этот матч, кроме уверенной победы хозяев, придумать сложно. Чему способствует еще и плохая игра Специи на выезде. Тут можно играть победу хозяев с форой минус 1,5 за 1,74. Если Наполи здесь и выиграет, то скорее всего уверенно. Смелые могут играть даже фору минус 2,5. Тотал меньше-больше. На тотал меньше 3,5 дают 1,73. Тотал больше 3,5 2,23. Предыдущие тревочные матчи этих команд прошли на 3 и более голов. Последние два выезде Специя проиграла по 0,2. Наполи дома проиграл Эмполи 0,1. На тотал больше 2,5 должны бы здесь команды наиграть аж бегом, даже если гости и не забьют. На тотал больше 2,5 дают невысокий 1,45. Опять, сам вариант выглядит вполне ожидаемо, коэффициент слабоват. Поэтому в качестве компромисса можно играть тотал больше 3 гола за 1,71. Скорее всего здесь будет забито больше 3 голов. На обе забьют, да нет, дают по 1,90. Предыдущие тревочные матчи этих команд прошли на обе забьют, да. Специя последние два выезда проиграла в сухую. Никогда в этом сезоне такая серия у Специи не шла на третий матч. Наполи в этом сезоне дома чаще играет в 0. И тут действительно получается 50 на 50. И выбирать можно чисто даже подбрасыванием монетки. Что есть предложено выбрать и выбрать ли вообще, решайте сами. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.